Новую интерпретацию Ромео и Джульетта готовы показать в театре имени Янки Купала. Генеральный прогон состоялся, премьера уже завтра. Пришла идея перенести это все в Советский Союз. Но Советский Союз, стилизация его, это не классическая интерпретация. В каждом времени и даже сегодня есть Ромео и Джульетта, которые ходят по улице, которые влюблены, которые с родителями спорят, родители не слышат этих детей. Вот мы про это. И в этом есть что-то новое. Потому что мы не приподнимаем этот сюжет на высоту Шекспира. Мы немножко Шекспира представляем таким авантюрным. К спектаклю готовились три месяца. Работа до последнего, что называется, кипела. В последние дни перед сдачей меняли мизансцены, корректировали реплики. Все для того, чтобы трагическую историю влюбленных показать в новом прочтении. В постановке семьи Капулетти и Монтеки конкуренты заняты цветочным бизнесом, платеют магазинами. Также спектакли использованы на собирательные образы советского времени. Хорошее настроение, боевое. Мы каждый день репетировали, поэтому уже внутренне подготовились, мне кажется, и к сегодняшнему дню, и к завтрашнему дню. У меня такой непростой герой, я, сами видите, актриса, но играю мужскую роль. В этом есть своя изюминка. Наверное, я всех тайно раскрывать не буду. Но вы сами знаете, что Уильям Шекспир, где частенько в своих пьесах мужские роли играли женщины. Так что это театр. В театре, возможно, все. Вы в другой пол очень легко. Тут не то, чтобы я полностью мужчина, я женщина, но в мужском обличье. И есть для этого тоже, как бы, есть для этого свои цели, свои мысли. Мы уже заинтриговали. Спектакль долго ждал выхода в свет. Еще год до репетиции артисты готовились. Затем получили грант от Министерства культуры Беларуси. Раз, два, три. С БОДОМ! Дарья Ищетим, Александр Мирошниченко. Агентство Минск Новости.